Компания «Сибиряк» вложилась в село. Одна из крупнейших строительных фирм «Края» купила хозяйство «Краснополянское», что в Назаровском районе. Руководитель Владимир Егоров говорит, что приобрел его не для прибыли, а для души. Вместе с тем, красноярские бизнесмены, заработав солидные капиталы, все чаще инвестируют в сельхозпроизводство. Кто-то покупает коровники, кто-то пашни, а чаще всего вкладываются в свиноводство. Почему, узнавал Виталий Поляков. Одна из крупнейших строительных компаний «Края» «Сибиряк» покупает фермерское хозяйство «Краснополянское». Сумма сделки не уточняется, но известно, что на предприятии уже началась модернизация и закупка новой сельхозтехники. И в целом, инвестирование в село – это уже тенденция для красноярского бизнеса. Теперь каждое утро бизнесмена Владимира Егорова начинается с сообщений, какие надои в его хозяйстве и как идет уборочная. Говорит, Краснополянская ему для души. Больших денег здесь не получишь. Гораздо эффективнее работает его строительная фирма «Сибиряк». Именно с ней он стал миллиардером. К тому же купленная земля никуда не денется, не обанкротится. Как говорил Марк Твен, покупайте землю, ее больше не производят. У меня это давно была мечта. Давно мечта была приобрести свой совхоз, поиметь, чтобы здесь выращивать хлеб. В Краснополянском разводят крупно-рогатый скот и выращивают зерно. Новый владелец уже начал закупать технику, комбайны, трактора и модернизировать производство. Бизнес-задача на первое время – окупить затраты. Когда это произойдет, будет ясно после завершения уборочной. Нашли мы хороших инвесторов и думаем, что будет жизнь в нашем хозяйстве продолжаться и должна идти, может быть, даже и на улучшение. В последнее время бизнесменов будто потянуло обратно к земле. Роман Гольдман заработал свой капитал на продаже топлива, затем вложился в пашню, сейчас достраивает свинокомплекс. Говорит, производство мяса будет приносить хорошую прибыль за счет новейшего технологического процесса. Возводят комплекс итальянцы. Себестоимость продукции будет низкой, а рынок сбыта – огромным. Любителей свинины в миллионном Красноярске хватает. Здесь находятся у нас поросятки, они справляют свои нужды. Я вам показывал, значит, по этим ванам на узлоудаление все это идет в одну сторону и уходит дальше на биогазовую установку. Предприниматели из Томска тоже решили заработать на свиньях. Они строят крупнейший свинокомплекс за 4 миллиарда рублей. Тем же путем, только с меньшими вложениями, идет сибирская губерния. Хотя раньше здесь выращивали только курицы и индейки. И получилось, что в магазинах спрос на свинину. Мы решили возобновить свиноводство. И сейчас привозим поросят, занимаемся разведением. Эксперты считают, что предприниматели массово ринулись на село, потому что поняли, государство их поддержит. На каждый вложенный рубль правительство добавляет 30-40 копеек. К тому же спрос на местную экологически чистую продукцию, особенно мясо, растет. Красноярские зернопроизводители только за. Ведь новым свинокомплексам, коровникам понадобится корма. В предприятиях, которые занимаются выращиванием зерна, пшеницы, ячменя, появятся новые рынки сбыта. И тем более, насколько я знаю, свинокомплексов строится несколько, планируется строить. Некоторые уже строят. И поголовье свиней там ужасающее будет. Поэтому сбыт продукции растеневодства будет хороший. Вместе с тем, зайти в сельхозбизнес без гроша в кармане не выйдет. Как правило, возрождать сельское хозяйство берутся только состоявшиеся предприниматели. У них есть деньги, и они смогут пережить возможные неврожаи, падеж скота и другие риски. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мы телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт. Афонтова.ру Виталий Поляков, Олег Голубин. Афонтова новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова